В театре оперы балета репетируют самую романтичную постановку по пьесе Шекспира. Он Ромео, она Джульетта. На самарской сцене этот балет идет уже почти 10 лет. Но впервые роли влюбленных исполняет пермяк Сергей Гагин и такиека Марина Накадзима. История беззаветной любви признаются артисты, это и о них. Ведь именно влюбленность в партнера заставила Марину отказаться от возвращения в Токио и остаться в Самаре. Мы часто сидели по углам в золах, особо не работали так. Малая работа была, только приехали. И Валентина Николаевна под Маринкой. Она нас как-то в одну партию, в другую вела. А потом у нас как-то закрутилось и вот женился. Я раньше хотела в Иконе работать, но как-то менялось мнение. И сюда приехала, театр прекрасный. И тут появляется мужчина. И как-то раз – все. Любовь. Этому чувству посвящено большинство произведений мировой классики. Материнское или супружеское, страстное или взвешенное. Древние греки выделяли четыре базовых и три дополнительных вида любви. Но несмотря на разные формы, у всех этих чувств, уверены у психологи, в основе лежит единая платформа. Мы любим только тех и постольку, поскольку мы можем удовлетворить какие-то свои интересы. Человек любит свою машину до тех пор, пока она удовлетворяет его запросы. Любит свой телефон. Некоторые так и говорят, я люблю свой телефон, он такой прекрасный. Но проходит время, когда появляются другие телефоны. С людьми примерно такая же история. Любовь живет три года. Это закон природы. К такому решению пришел французский писатель Фредерик Бекбедер. Теория не лишена смысла, подтверждают ученые. Но тут скорее о гормональных химических реакциях, на которых основана влюбленность. Влечет физически, это работа тестостерона и эстрогена. Чувствуете привязанность, все вопросы к вазопресину и окситоцину. Между вами почти духовное родство, значит объект воздыхания стал причиной выработки дофамина, норадреналина и серотонина. Это гормон счастья. Этот гормон выделяется, и он тоже способствует формированию таких вот пар, причем таких долгосрочных, в плане долгосрочных отношений. Это не любовь, это просто химия. И главная цель всех этих химических реакций заключается в том, чтобы сохранить и продолжить человеческий род. А вот если чувства и отношения не были подкреплены уважением, чаще всего после ослабывания химических процессов наступает ощущение разочарования. В России распадается порядка 65 заключенных браков. Расхожие не сошлись характерами, ни что иное, как неумение любить бескорыстно, объясняют знатоки восточной культуры. Безусловно, любовь, влюбиться в бытие, наполняться этим, реализовывать себя, чтобы делать полезное людям. И вот это состояние очень присутствует. А вот из него, когда мы не от кого не зависим, мы выбираем все партнера. Но мы к партнеру проявляем любовь никакую, что да, я тебя подрихтую напильником счастья. Мне будет так удобно тебя любить после этого, когда ты будешь подрихтован. Вот мои невротические ожидания из каких-то сериалов никому не имеют. А когда мы любим властную референцию, в любой идеальности, вот это ближе к настоящему любви. Человек многогранен, уверены ученые, поэтому ему подвластны самые разные проявления чувства любви. Все зависит от личного опыта, мировоззрения и характера. Чтобы постичь все краски этого состояния, прежде всего, нужно самому ему открыться. Кульфия Сафина, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok